Привет, друзья! С вами канал ProJapan, я Илья Сплин. Это традиционные пятничные мото-новости, в которых я рассказываю, что интересного произошло в мире мотоциклов за последнюю неделю. Перед тем, как перейти к новостям, я напомню, что мы занимаемся привозом мотоциклов из Японии, а теперь еще и из США. Поэтому, если вы хотите обновить свой мод и провести его из Японии или США, обращайтесь к нам, мы делаем это хорошо. Итак, перейдем к нашим новостям. И первая новость у нас сегодня от компании Harley Davidson. Как вы помните, если следите за нашими новостями, что в мае 2020 года, чуть меньше, чем год назад, сменился глава компании, и им стал Йохен Цайц. Как вы помните, главное, что он сделал, вступив на свой пост, он решил полностью обновить стратегию марки. Он решил уменьшить модельный ряд, сделать ставку на туристические модели, которые составляют, собственно, костяк производства марки, сократить разработку моделей и вообще уменьшить расходы марки. Многие сомневались в его стратегии, были его сторонники, были его противники, но цифры говорят сами за себя. В первом квартале 2021 года компания Harley Davidson продала 44 200 туринговых мотоциклов вместо 40 400 в 2020. И это составляет 9% рост. При этом в США рост составляет аж целых 30%. В Европе, Африке и Средней Азии, наоборот, произошло сокращение продаж на треть 7700 мотоциклов до 4900. Это следствие, как минимум, снятия с производства линейки Street и Sportster, которые в Европе, например, пользовались популярностью. В Латинской Америке падение еще больше, но в целом в этих странах цифры продаж были далеко не такие, как в США. В США это на порядок больше, поэтому совокупно за 2021 год, за первый квартал рост составил 9%. Но это не самое интересное. Самое интересное, что благодаря сокращению расходов и так далее, компания стала лучше зарабатывать. Общая выручка компании выросла на 10%, а вот прибыль на акцию компании аж на целых 273%. Посмотрим, что будет дальше, посмотрим, что будет по итогам года, но классно, что у Харли Дэвидсона наконец-то получается выбраться из той ямы, в которую он катился на протяжении последних уже, наверное, 10 лет. И вот это такой и свет в конце тоннеля. Перейдем к следующей позитивной новости, она у нас от компании Norton. Компания ТВС, которая владеет нынче Нортоном, перевезла марку на новый завод, который построен недалеко от Бирмингема. Новый завод это почти 7000 квадратных метров площади, плюс еще задел под расширение, если в этом будет необходимость. Фабрика рассчитана на производство 8000 мотоциклов в год. По словам руководства, новая фабрика – это радикальное улучшение по сравнению с историческим заводом Нортона. Фабрика уже открылась, работает там сейчас более 110 человек, и в данный момент компания сосредоточена на выпуске нового команда 961. Желаем удачи Нортону, классно, что марка не канула в лету, а получила второе рождение. Есть такой бренд сноубордической экипировки, который называется Ruroc. У меня, например, есть иксноубордический шлем. И вот этот бренд пришел на моторынок в 2019 году с парой шлемов. Сейчас они решили сделать новый бренд, который будет заниматься уже экипировкой, и назвать его Engine Hawk. И делают они в своем новом бренде упор на стиль. Начинается бренд сейчас с шести кожаных курток и четырех текстильных. Как они сами говорят, стилистика их вещей это под круизеры, коферейсеры и спортбайки. Сейчас представлена только мужская линейка, женская линейка в разработке, а официальный старт продаж состоится 27 апреля. А вот следующая новость, на мой взгляд, самая важная в этом выпуске, и она от нас. Когда я готовил в прошлом году цикл выпусков про экипировку, я думаю, вы его смотрели, если нет, то он есть на канале, я понял, что отзывы массовые есть только на FC Moto и на RevZilla, плюс на английском языке. То есть, если вы хотите купить какой-то элемент экипировки, вам на русском языке надо гуглить отзывы, и вот где-то вы его, может быть, найдете на байкпосте или на каком-то форуме. Но ничего централизованного и похожего на RevZilla нет. А RevZilla, я напомню, это место, где можно купить экипировки, либо есть просто огромное количество отзывов практически на все, и они там классно отсортированы. И, в общем, сразу понятно, что ты покупаешь. И, в общем, поняв, что в России ничего подобного нету, мы решили сделать ресурс, где будут отзывы на экип, совместно с функционалом, похожим на Яндекс.Маркет. То есть, грубо говоря, мне понадобилась куртка какая-нибудь, допустим, Дайнис. Я захожу на сайт, захожу в раздел «Куртки», выбираю Дайнис, выбираю нужную модель, и я там вижу, где она продается, в каких магазинах, по каким ценам, и плюс могу почитать на нее отзывы. На данный момент мы добавили цены примерно 90% основных магазинов импортеров экипировки. На этом сайте мы ничего не продаем. Пока это просто место, где можно посмотреть, сколько у кого стоит экипировка, и почитать отзывы, либо написать отзывы. У меня есть для вас убедительная просьба. Давайте вместе сделаем это место местом, где каждый может зайти и прочитать классные, честные отзывы про любые элементы экипировки. То есть, если сейчас каждый из вас зайдет, посмотрит на элементы экипировки, которые есть у него самого, и напишет отзывы, то этот сайт станет просто мега полезным, на мой взгляд. Особенно это классно, учитывая, что мы там никому вообще ничего не продаем. Пока это все идет в огромный минус, и я понятия не имею, как мы это будем монетизировать, но как-нибудь когда-нибудь будем. Ну, и обращусь еще к магазинам. Тем, кто хочет сотрудничать, пишите на почту в описании, если хотите, чтобы ваш ассортимент и ваши цены тоже были добавлены на сайт. Перейдем к следующей новости, и она довольно забавная. Многие знают такой мотоцикл, как Дукати Панигале V4. Многие считают его удивительно красивым байком. Причем некоторые восхищаются этим мотоциклом настолько, что решают сделать собственный Панигале. И сейчас я говорю не о кастомах, а о китайском спортбайке, который называется Максяо 500 РР, который, очевидно, позаимствовал несколько дизайнерских штрихов у Панигале. Посмотрите, как он выглядит на картинке. Я думаю, что метров с 50 его вполне с Панигале можно перепутать. Если подойти ближе, то станет понятно, что этот мотопроизводитель украл у Дукати даже шрифт, не говоря уже о цвете. Надписи на боках сделаны в тех же местах, где у Дукати, и тем же шрифтом, что и у Дукати. Интересно, что к копированию китайцы подошли довольно ответственно. Как вы знаете, у большинства китайских спортбайков узкие колесики. Это сразу выдает небольшую кубатуру. Но здесь для того, чтобы мод не выглядел велосипедом, у него взрослый размер резины. Это 120 ширина спереди и 190 ширина сзади. Касаемо технических характеристик. Там стоит рядная двойка 471 куб. И эту рядную двойку, кстати, украдена на сей раз не у Дукати, а у Хонды. Похоже, и мотор стоит на 7500X. Выдает этот мотор 47 лошадиных сил, ну и разгоняет до сотни мотоцикл до 100 км в час. Максималка же составляет 160 км в час. В общем, мне кажется, что такого рода поделки из Китая не закончатся никогда, но рассказывать про них интересно. А следующая новость у нас про мотоцикл, который, в общем-то, популярен в России. У мотопроизводителя Badge есть модель NS200. Она в России сейчас у дилеров стоит 209 тысяч рублей. И вот компания Badge решила сделать более доступную версию, которая называется NS125. Мотоцикл выполнен в стилистике старшего брата. По технике все довольно просто. Там стоит стальная рама, 124-кубовый одноцилиндровый мотор воздушного охлаждения, но он с инжектором. В нем пятиступенчатая коробка передач и 12 лошадиных сил. Там стоят самые обычные подвески. Это телескопическая спереди и моноамортизатор сзади, у которого есть регулировка преднатяга. Спереди есть один тормозной диск, а сзади барабанный тормоз. При этом весит мод 144 килограмма. Что еще более интересно, у моты есть текстартер. И вот в России я решил зайти посмотреть на официальном сайте модель. И модель уже есть. Она стоит 134 тысячи рублей сейчас. Однако, она чуть внешне отличается от модели, которая представлена в новости. Новость я эту взял на американском сайте. У модели, которая представлена на российском рынке, другое сидение, другие колеса. И чуть иначе она выглядит сбоку. Однако, по техническим характеристикам, повторяет то, что я сейчас рассказал. Ну и последняя новость на сегодня у нас будет от компании Triumph. В 2019 году был представлен Triumph Scrambler 1200, который действительно имеет внедорожный потенциал, поэтому обычные скрэмблеры стали называться стрит-скрэмблерами, потому что они ориентированы на город. И вот сейчас представили стрит-скрэмблер 2022 модельного года. Это 900-кубовая рядная двойка, как и раньше. Высоко расположенный выпуск, только теперь все это соответствует Евро-5. Выдает, как и раньше, 64 лошади при 7250 оборотах в минуту. Мощность у мото не пострадала, но новый выпуск добавил 3 килограмма. Общий мокрый вес мотоцикла теперь составляет 223 килограмма, что, на мой взгляд, в рамках класса довольно немало. Triumph сделал классную штуку. Они классно спрятали новый большой катализатор под Евро-5 за теплозащитным экраном выхлопа. Поэтому, несмотря на то, что обычно сейчас выпуски смотрятся раздутыми, здесь он по-прежнему смотрится ажурно и по-скрэмблерному. Колеса спецованные, 19-е спереди, 17-е сзади. Там стоит камерная резина. Ходы подвески, правда, отнюдь не скрэмблерные. Они всего по 12 сантиметров, но на то это и стрит-скрэмблер. Зато у мото есть зубастые подножки, выключаемая АБС, разные режимы движения и отключаемый трекшн. Поэтому на раскисшую дорогу выбраться на нем вполне можно, если поставить соответствующую резину. Также в новой версии добавлены новые внешние штрихи, типа кронштейна фар, новые обивки сиденья и других небольших штрихов. Помимо этого еще и готовится специальная лимитированная версия. Вот и все новости на сегодня. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кому есть что сказать, пишите в комментариях. А с вами был я, Илья Сплин. До новых встреч!